Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Аскер Амирханов. Я консультант по внедрению компании Mindbox. И сегодня я буду вести вебинар про персонализацию сайта и CDP. У нас уже 18.05. Можем начинать. Поставьте, пожалуйста, плюсики, что меня видно, слышно. И если все хорошо, то давайте начнем. Отлично. Буквально секундочку. Как будем сегодня вести наш вебинар? У нас с вами сегодня три части. То есть первая часть. Я немножко расскажу про компанию Mindbox. Возможно, не все про нас знают, чем мы занимаемся. Второе. Уже расскажу про механики по персонализации сайта. И наглядно их покажу. И в конце ответим на ваши вопросы. И плюс у нас очень будет приятный бонус для вас. Поехали. Мы, компания Mindbox, являемся разработчиками платформы для управления клиентскими данными. Если брать общие, то решаем две глобальные задачи. Это увеличение выручки и экономия бюджетов на маркетинговые задачи. Каким образом? Потому что увеличение выручки у нас происходит с помощью автоматизации маркетинга. Это когда вы закладываете систему сценарии, с помощью которых она самостоятельно общается с клиентами и делает им офферы. А второе. Это на основе персонализации. Когда вы сегментируете вашу базу в системе и делаете персонализированные, правильные офферы клиентам. И второе. На основе того, что маркетинг становится самостоятельным с помощью внедрения Mindbox, экономия человека часов IT на задачи маркетинга и на ручные всякие задачи. Пойдем дальше. В данный момент мы являемся лидерами российского рынка по автоматизации маркетинга, работами 2006 года. Более 150 сотрудников, прибыльные без инвестиций. Всего у нас уже почти 500 клиентов из совсем разных отраслей. Это как и косметика, и здоровье, и недвижимость, общественное питание и так далее. Все благодаря нашим любимым клиентам. Чего достигают наши клиенты? Это увеличение выручки. В среднем по медиане эти цифры составляют 11-12%. В зависимости от отрасли эти цифры разные. Допустим, вы видите, что недвижимость от показателя 1%, в технике 8%. И почему такая разница? Дело в том, что, допустим, недвижимость, люди покупают раз в жизни, а косметику и одежду, может быть, каждый месяц. И в зависимости от чистоты покупки, чем выше чистота покупки, то тем влияние персонализированного маркетинга более велико. Что часто видим, когда приходим к нашим клиентам? Это то, что первое. Генеральный директор и акционеры говорят, что нужно больше продавать. Маркетинг, в принципе, знает, как это нужно сделать. Нужно тестировать больше гипотез, запускать больше механик. Но часто упирается об IT. Не потому, что IT не хочет, а просто потому, что у IT будет очень много задач от разных департаментов. Плюс у маркетинга есть такая особенность, как хаос интеграция. Это когда вы используете много систем в своей работе. Сайт, приложения, кассы. Рассыльщики вообще живут своей жизнью. Отдельный рассыльщик для массовых рассылок, для триггерных, для транзакционных. Что здесь предлагаем мы? Мы предлагаем стать средним звеном в вашей экосистеме, где вы интегрируете ваши источники данных по клиенту из онлайна и оффлайна. Это информация по покупкам, по поведению в онлайне, по социально-демократической информации. И на основе этой информации, когда вы получаете это все в едином окне, вы можете начать сегментировать вашу базу по любым параметрам, которые вы передали в систему. И после сегментации вы уже запускаете персонализированные маркетинговые кампании. Первое – это рассылки. Второе – персонализация сайта с товарными рекомендациями. И последнее – это программа лояльности. Чуть подробнее попозже расскажу. Как видим, такой подход работает. У нас уже более 120 публичных историй успеха. Это когда клиенты сами рассказывают о том, каких результатов, за какой срок и с помощью чего они достигли. И здесь бы хотелось дать правильный контекст. То, что мы в первую очередь не о продаже, а о пользе. То есть мы на старте прорабатываем проект по трем направлениям – маркетинг, бизнес и IT, чтобы клиент после начала работы с нами был максимально счастлив и в будущем захотел написать с нами кейс. Вот. Теперь из чего состоит продукт. Продукт состоит у нас из четырех модулей. Первое, как я уже говорил, это фундамент платформы, как это платформа, платформа клиентских данных, где проводится сегментация вашей базы. Второе – это рассылки. Рассылки. Тут три поинта пользы от рассылок Mindbox. Первое – то, что эти рассылки можно сделать автоматизированными, то есть указать автоматические сценарии, при которых они будут работать. Допустим, это брошенная корзина, клиент попал в сегмент отток. Клиент попал в сегмент отток, направляй реактивационную цепочку. Второе – то, что эти рассылки персонализированы под сегмент. То, что вы не будете просто спамить маркетинговую информацию у ваших клиентов, а будете делать персонализированные коммуникации на основе сегментов. И третье – это возможность настройки каскадных рассылок. Каскадные рассылки – это когда в рамках одной цепочки вы можете использовать несколько каналов. Часто, скажем, видим такое, то, что одна и та же маркетинговая информация тублируется в разных каналах. Там вы можете пушить клиента с одной информацией и в имейле, и пушом, и смс-кой. С помощью каскадов вы можете, допустим, настроить, если человек открыл e-mail, не отправляй ему дальше эту маркетинговую информацию. А если он не открыл e-mail, отправь ему пуш, а если не открыл пуш, отправь ему смс. И с помощью этого решают с помощью каскада тоже две задачи. Первое – то, что увеличивается охват клиентов, которые открыли вашу коммуникацию, потому что используется сразу несколько каналов. А второе – экономия бюджета на смс. В среднем от 15% до 20%. Это достигается с помощью того, что те, кто открыли e-mail и пуши, вы просто не отправляете смс. Вот. Третий модуль – это персонализация сайта. Тут у нас… Что подразумеваем под персонализацией сайта? Тут у нас три подмодуля. Это попапы, встроенные блоки и виды товарных рекомендаций. Во внешнем мире попапами подразумевают, это когда вы заходите на какой-нибудь сайт, и там окошко, 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 и вам перед тем, как уже перейти к самому сайту, нужно пройти очень много, скажем так, окошек закрыть. Но в нашем случае попапы, даже попапы максимально персонализированы, то, что можно на основе поведения и сегментов их настроить. По нашим замерам, модуль персонализации сайта увеличивает конверсию в выручку сайта от 5 до 15%. Вот. И последний модуль – это программа лояльности. Почему разработали и какую задачу решаем? Часто видели такое, то, что программа лояльности – это не увеличение выручки, это просто предоставление скидки всем, и как бы она работает наоборот, и очень часто не окупается. В данном случае на основе сегментации вы можете использовать лояльность и персонализировать ваши офферы и делать их в автоматическом режиме. Ну, например, возьмем таких два стандартных сценария использования. У нас есть сегмент отток, говорим в Mindbox. Если клиент попал в сегмент отток, начисли ему 300 сгораемых баллов и направь ему коммуникацию. То есть, дорогой клиент, ты можешь нам потратить эти баллы, свернешь ты нам до конца недели. Либо у нас есть сегмент лояльный, и мы говорим, если клиент попал в сегмент лояльный, дай ему скидку на его любимую категорию продукта. Если он, допустим, положит больше товара в корзину или положит товар с более высоким маржой для нас. И последний слайд. Это, как я уже говорил ранее, мы прорабатываем три основных направления. Это маркетинг, бизнес и IT. Чтобы проект делал хорошо. То есть первое, что мы уточняем во время проекта, это метрика. То есть метрика успеха от проекта. Как вы будете через полгода или год оценивать, был ли успешный проект или нет. Это может быть разной метрики. Это может быть, допустим, увеличение LTV, чистоты покупок, доля email канала. То есть нужно понимать то, как вы будете потом мерить успех проекта. Второе. Нужен разовый ресурс на интеграцию IT. Мы здесь выделяем менеджера, который пишет ТЗ на интеграцию и сопровождает, консультирует ваше IT. Но с вашей стороны нужен этот ресурс на интеграцию. И третий. Человек, который будет работать руками. Персональный менеджер Mindbox, он помогает завести сегменты и автоматические механики и будет обучать ваших сотрудников в работе в Mindbox. И с вашей стороны нужен будет человек, который будущий сможет с ней разбираться в системе. Вот. Давайте теперь перейдем уже к механикам по персонализации сайта. Как я уже говорил ранее, у нас персонализация три таких подмодуля. Это попапы, встроенные блоки и вирси рекомендации. С помощью модуля персонализации сайта в основном решаются три основные задачи. Первое – это увеличение среднего чека. Второе – сбор e-mail. И третье – сбор обратной связи. По каждому из этих сценариев и этих задач я покажу механики, которые могут у вас работать. Первое – по увеличению среднего чека это добавьте товары в корзину. Часто бывает такое, что вы предоставляете клиентам либо скидку от какого-то размера чека, либо бесплатную доставку. Но он этого не знает, либо не видит. И с помощью такого попапа, когда клиент, допустим, добавил в корзину на 2500 рублей, может всплывать попап, который будет мотивировать клиента дополнить корзину еще и получить скидку либо бесплатную доставку. В рамках интерфейса Mindbox можно настроить дизайн вашего попапа. Это форму, размер, отступы, цвет. В общем, весь дизайн. И как достигается персонализация на основе двух основных переменных. Потому что первое – это условие всплывания. Это когда указывается, при каком поведении на сайте будет всплывать попап. Это может быть человек посетил страницу за последнюю неделю пятый раз. Либо он уходит со страницы, либо прочел страницу на 10-15%. И второе – это можно указать сегмент. То есть сегмент тех людей, которым будет показывать попап. В данном случае можно также указать источник медийной рекламы. И, допустим, у вас пришел человек из медийной рекламы какого-то бренда и показывать ему попап либо встроенный блок именно с информацией по рекламе бренда, через который он перешел на сайт. Вторая механика, которая очень сильно работает для меня и мне с ней тяжело работать – это товар популярен. Это называется с помощью социальных доказательств, когда указано, что товар популярен, либо его купили уже несколько раз, либо осталось на складе один либо два размера. На меня на самом деле это очень сильно влияет. И, как видите, у каждого человека есть свои механики, которые его цепляют. В данном случае товар популярен. Та механика, которую вижу я и часто совершаю покупки. Это что касается увеличения среднего чека. Теперь перейдем к механикам по сбору e-mail. В основном клиенты оставляют свой e-mail на основе трех выгод. Первое – это скидка или промокод, как вы видите здесь. Второе – это получение товара в корзину на почту, чтобы их не потерять. И третье – это получение информационного контента полезного. И человек оставляет там свою почту. Допустим, у вас бренд, то есть у вас сайт по продаже одежды, фэшн, и у вас там есть контентная рассылка по моде и так далее. И вы говорите то, что дорогой клиент, оставь свой e-mail и получи информационную рассылку. То, как разбирать, как подбирать луки, как подбирать одежду на сезон. Помимо того, то, что в рамках интерфейса вы можете настраивать дизайн поп-апа, вы сможете также смотреть, как этот поп-ап будет выглядеть у вас на сайте. Вы копируете ссылку, указываете здесь ссылку, где вы хотите протестировать, и переходите по ней. И сразу же видно то, как будет выглядеть поп-ап. И перед тем, как выкатить набой поп-ап, вы будете видеть то, как он будет выглядеть в глазах клиента. И выкат только в том случае, когда вы убедились, что все хорошо, он выглядит красиво. Вот. То, что первая механика получения e-mail, это за предоставление скидки или промокода. Дальше. Это, как я уже говорил, оставьте свой e-mail и получите товары, которые вы скажете вам на почту. Теперь давайте перейдем к третьей задаче. Это сбор обратной связи. То есть на основе поп-апов, когда, например, человек уходит с сайта и ничего не купил, можно сделать поп-ап, все ли вы нашли на сайте. Поставьте от 1 до 10 баллов нашему сайту. Ну и просто собирать обратную связь от клиента, потому было ли ему удобно находиться на сайте. Теперь мы с вами сейчас закончили про поп-апы. Переходим к встроенным блокам. В чем отличие встроенного блока от поп-апа? Поп-ап – это всплывающее окошко. А встроенный блок – это то, что нативно находится в сайте, то есть контент сайта, который меняется в зависимости от сегмента клиента, который к нам зашел на сайт. Допустим, мы можем сказать Mindbox. Если к нам зашел на сайт клиент из сегмента женщины, показывай ему обновление женской коллекции. Если зашел из сегмента мужчины, показывай обновление мужской коллекции. И здесь довольно-таки много механик. Можно, допустим, указывать то, что если это сегмент любителей какого-то бренда, показывай именно предложение на какой-то конкретный бренд, любителем которого он является. Либо просегментировать по среднему чеку и показывать все новинки, товары, которые входят в его диапазон среднего чека. Также можно настраивать встроенные блоки с помощью механики социальных доказательств. Это те же хиты продаж, товар популярен, и там указывают какие-то характеристики товара. Это что касается встроенных блоков. И последнее – это вирты рекомендаций. У нас более 10 алгоритмов товарных рекомендаций, которые рассчитываются на основе machine learning. Это сопутствующие товары, похожие товары, персональные рекомендации на основе покупок клиента. Но также можно настраивать и ручные рекомендации на основе вашей экспертной оценки. Когда вы настраиваете в Mindbox, какой товар рекомендовать в первую очередь. Либо настраивать самостоятельно, какой товар, какой карточке рекомендовать. И что здесь интересного? То, что в рамках виджета, который также мы можем настроить дизайн в системе, можно указать сразу несколько алгоритмов, которые будут отображаться в этом виджете. Например, то, что вы говорите. Вначале рекомендую из моих ручных алгоритмов два товара. И остальные в рамках алгоритмов какого-то машинного обучения. Как можно использовать ручные алгоритмы? Допустим, у вас есть товары с высокой маржинальностью. И вы хотите именно их в любом случае рекомендовать на клиенту. Либо у вас есть продукты с высоким бонусом от поставщика. Вы хотите их рекомендовать. Либо у вас есть какой-то товар с большим товарным остатком на складе. И вы не хотите, чтобы он копился. И рекомендуете в первую очередь его. И, как уже говорил, можно использовать несколько товарных алгоритмов, как ручных, так и автоматических, и отображать это клиенту. Также можно настраивать тесты на основе контрольной группы. Настраивать с помощью Google Optimize, когда вы можете показывать, допустим, 50% клиентов, которые зашли на сайт, показывать товарные рекомендации, а 50% не показывать товарные рекомендации. И это позволяет вам понять дополнительную выручку от внедрения сервиса. Потому что сейчас сталкивается с тем, что клиенты приобретают какую-то систему для автоматизации маркетинга либо товарные рекомендации. И кажется, что да, есть заказы, которые можно атрибуцировать именно к этим системам. Но когда вы не тестируете на основе контрольной группы, вы не понимаете, это каннибализация трафика или это действительно дополнительная выручка. Потому что клиент мог бы и так купить и без товарных рекомендаций, и без рассылок, и так далее. Вот, в принципе, это все, что я хотел сегодня рассказать. Давайте, коллеги, перейдем к вашим вопросам. Мне здесь поможет коллега Игорь Калиновский, продукт-оунер модуля программовой представляции сайта. Также в конце у нас будет для вас приятный бонус. Вот, так что задавайте вопросы. Радоще на них ответим. Коллеги, если вопросов нет, вы можете поставить минус. Игорь, ты голосом, может, подкручишься? Да, 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 меня слышно? Да, слышно, отлично. Да, да, всем добрый день. Да, вижу вопрос, сегменты постановят, откуда пришел пользователь и поведение. Можно и так настраивать. Можно настроить, допустим, если он у вас ранее покупал уже, то, например, он VIP-клиент, который на очень большую сумму покупал, и мы хотим только им показать специальный паб со скидкой или с акцией для таких. Либо, если он посмотрел определенные урлы, прям можно по урлу старгетироваться. То есть я зашел в категорию женской одежды или мужской, или конкретные джинсы смотрел. Потом можно показать какой-нибудь поп-ап с акцией на категорию джинс или какую я смотрел. Вот. Также можно на UTA-метке. То есть это все, вот, да, таргетинг внизу, вот сейчас на экране вы видите. Там, да, если раскрыть его, очень много разных настроек. В том числе можно таргетироваться на UTA-метку. Ну, к примеру, у вас есть компания в Яндексе, что перейди по ссылке и получи там промокод. И мы видим, что, да, из какой UTA-метки перешел клиент на сайт и показываем только им. Вот. Либо из e-mail перейдет. Так что по-разному можно строить сегменты и таргетинг. Да. Для медиа-менеджеров, мессенджеров, я пробую ответить, может быть, меня с кердополни. Для медиа у нас уже сейчас есть модуль. Можно, например, передавать те же сегменты из Mindbox в различные рекламные кабинеты. Вот. Простой пример, да, не показывать рекламу тем, кто уже совершил заказ, к примеру, в оффлайне. Да, и такое тоже можно. Соответственно, для мессенджеров есть чат-боты. Вот. То есть можно настроить автоматический ответ в сценарии в зависимости от того, какой вопрос задает клиент и в случае чего переключить на оператора. Вот. Это два модуля у нас есть. Можно на наш сайт зайти mindbox.ru в калькулятор. Там даже можно цену посмотреть. Я скину сейчас в чат ссылку. Да, вот, скинул. Там можем смотреть, какие есть модули. Вот. Ну, или мы можем потом отдельно как-то рассказать. Можете оставить там почту, и мы можем созвониться и детальнее рассказать, как быстро обновляется виджеты с рекомендациями. Не совсем понял вопрос. Наверное, если имеется в виду реал-таймовые сами алгоритмы, вот, то у нас там в районе до 5 секунд в зависимости от действия пользователя идет пересчет. А если имеется в виду скорость загрузки виджетов, то у нас SLA до 0,5 секунд на 95% запросов, ну, то есть с момента того, как наши скрипты вызовут. Вот. То есть клиент заходит на сайт, сайт дергает нас, вот, и в течение 0,5 секунд, полсекунды мы загружаем виджет. Да, Денис, если я не ответил, просто, возможно, не до конца я его понял, выскажите, уточните, отвечу детальнее. Да, супер. Найнап или push где-то таргетинга повторный вход, время нахождения как-то фиксируется. У нас есть возможность отправлять мобильные пуши, если человек подписан в приложение на уведомления. По гео-таргетингу это не совсем связано с тем, что сейчас показывал Аскер, это немножко другой модуль. По гео-таргетингу точните, пожалуйста, что имеется в виду, скорее всего, не смогу сейчас ответить. Может быть, Аскер поможешь, если ты знаешь. Просто другая история немного. По гео-таргетингу вы имеете в виду то, что человек находится, допустим, возле какого-то магазина «покажи ему push» или, допустим, вы хотите сделать рассылку в 11 часов, чтобы эта рассылка учитывала время, часовой поиск каждого клиента и, допустим, еще один человек находится в Москве, а другой там, не знаю, в Челябинске, чтобы и тому, и тому, но по его числовому поиску это открылось в один… push пришел в 11 часов утра. Смотрите, я вот сейчас… У меня нет ответа на этот вопрос. Вы можете оставить свою почту и у нас еще будет приятный бонус для тех людей, которые оставят свою почту, с кем мы сможем прокоммуницировать и получить обратную связь после вебинара, и я там в течение дня, максимум до конца дачного обеда, к вам вернусь обратной связью. Окей, коллеги, смотрите, если сейчас ни у кого нет вопросов больше, хотел бы сказать про приятный бонус, который мы подготовили. Мы собрали 100 лучших механик по персонализации сайта. Тут у нас здесь показаны задачи, которые решает механика и пример того, как она выглядит. Мы готовы вам отправить эти 100 лучших механик тем посетителям, которые оставят свою почту, и мы вам это отправим. Вы сможете потом выбрать ту задачу, которая вас интересует и применить это у себя. А мы с Игорем сможем вам помочь обсудить ваш кейс и какие механики можно реализовать у вас. Подскажите, кому интересно получить именно такой список. Отлично. Кому интересно, вы можете почту оставить в чатике, оставляйте свою почту в чатике, и мы... Можно лично с Керу либо мне просто отправить сообщение, чтобы если... Либо в чатике, либо лично. Все верно, да. Либо в чатике, либо здесь. Либо лично, все верно. Так, тут был еще один вопрос. Чем один сервис отличается от другого? Понимаю ваш вопрос. На самом деле сейчас в области автоматизации маркетинга очень много систем. Мы там не следим, да и не хотим особо следить за нашими коллегами. Мы знаем, в принципе, кто чем занимается, но здесь мы идем в основном от сценариев клиента и просто говорим то, чем может быть вам полезно. Мы можем сказать то, что по обратной связи, которую я получаю от коллег, почему внедряют, в принципе, решение Mindbox, это на основе очень большой персонализации. Как я уже вам показывал, персонализация как на основе поведения, так и на основе сегментов. И когда на основе этой персонализации вы, первое, зарабатываете деньги сами, потому что клиенты получают релевантную информацию, а во-вторых, вы помогаете клиентам сделать правильный выбор, который интересен именно ему. То есть, если брать не то, чему лучше, а то, почему нас убирают, то я бы сказал здесь, это то, что благодаря именно возможности персонализации маркетинговых предложений, в том числе и персонализации сайта. Да, я еще скинул ссылку, это статья нашего фаундера Вани Барвикова. Он, в принципе, там по выбору технологии хороший. На наш взгляд, максимально вендор нейтральный, несмотря на то, что мы, очевидно, заинтересованы лица, но ее тоже можно посмотреть по выбору. Как правильно сказал, мы идем от сценариев, готовы продемонстрировать, как они решаются, ваши задачи и так далее, а выбор уже за вами на основе того, насколько это удобно, насколько и так далее, там по цене, и сколько все реализуется. Вот, так что здесь скорее от этого лучше идти советую. Вот, да, Игорь, спасибо, что отправил ссылку. Спасибо большое коллеге, те, что уделили нам сегодня время. Если у вас больше нет вопросов, мы, я иду, начинаю отправлять вам всем табличку со ставочными механиками и готовы будем с вами пообщаться, встретиться в Zoom, обсудить именно ваш сайт и какие механики можно будет использовать. Всем хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok